Дубль раз. Абитуриентка Силоборская Татьяна Головачева выходит из машины и растерянно смотрит по сторонам. Вокруг незнакомая ей Самара. Дубль два. Девочка спрашивает у прохожих, как добраться до Самарского государственного университета. За приключениями Татьяны сквозь объектив видеокамеры наблюдает ее подруга Мария Силкина. Жюри молодежных дельфийских игр поручило школьницам в пылевых условиях сделать безмонтажный сюжет. Ну, в принципе, всегда креативим на таких слетах. Вот буквально недавно глубинка проходила, мы там тоже сделали игровой сюжет, причем получили одобрение. Это вообще здорово. Такие эмоции положительные от всего этого. Столько опыта набираешься, когда работаешь в команде и вот это вот все-все-все непередаваемое ощущение. Пока юные корреспонденты снимали сюжеты, жюри изучало домашние задания конкурсантов. Каждая пара участников готовила на дельфийские игры по две видеоработы. На кону возможность побороться за победу уже на всероссийских дельфах, которые пройдут в Екатеринбурге в апреле. Хотя само участие в состязаниях уже бесценный опыт. Цель дельфийских игр – это, во-первых, поддержание творческой талантливой молодежи, там же очень много направлений. Это возможность посмотреть на то, чего ты умеешь, чего ты достиг, и посмотреть, чем живут другие люди, которые занимаются примерно тем же. В Самарском дворце детского и юношеского творчества игры проходили в номинациях. Фотография, тележурналистика, искусство воспитания, дизайн одежды. А всего эта интеллектуальная и творческая олимпиада проводится по 46 номинациям. Скоро именно те, кто войдет в областную сборную, станут известны. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События.